Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Добрый вечер. И Петр Влах от ЛДП. Добрый вечер. Спасибо вам, что пришли в нашу студию, где неделю назад мы обсуждали проблему Приднестровья, а по окончанию передачи узнали о новых каких-то поползновениях с гагаузской стороны. Поэтому мы решили пригласить вас, уроженцев гагаузи и депутатов от разных парламентских фракций и узнать ваше мнение по этому поводу, как вы восприняли данную инициативу, даже ультиматум по некоторым суждениям. Вот то, что вы слышали в прошлый вторник. Господин Горизонт, давайте начнем с вас, ближе ко мне. Спасибо за приглашение. Добрый вечер. Ну, для меня, когда я в понедельник узнал средств массовой информации о том, что за выходные были собраны 5000 подписей, это было достаточно серьезной новостью. Я сегодня живу в гагаузе и все выходные я провожу там, особенно в субботу и воскресенье. Поэтому, будучи на юге, я абсолютно никаким образом не почувствовал, что идет такое мероприятие по сбору подписей. Ни друзья, ни знакомые, ни родственники, никто не звонил о том, что идет такое мероприятие. Поэтому в понедельник, когда я об этом узнал, для меня это было удивительно. Удивительно. И удивительно в плане того, как было организовано данное мероприятие. То есть потом я уже ознакомился с самим текстом, потом я уже узнал, в принципе, в том числе по некоторым населенным пунктам Копчак, Чудер-Лунга, другие населенные пункты гагаузи. А кто приезжал, кто просел, сколько платили за то, чтобы собирать подписи. То есть... И кто приезжал? Ну, по некоторым населенным пунктам я могу людей как бы назвать, но я не думаю, что это будет нашим телезрителям интересно. Скажем так, часть этих людей в лихие 90-е годы были лихими ребятами. В том числе и такие ребята были привлечены в сборе данных подписей. И с этой точки зрения, конечно, для меня это было очень удивительно. Для меня это было достаточно неожиданно. Потому что ни местные власти, ни депутаты Народного Собрания, ни депутаты парламента, как бы это тоже жители Грузии, они были в стороне от этого самого процесса. И сегодня, конечно, та форма, которую приняла данная процедура сбора подписей, она напоминает неуклюжую такую вот попытку, может быть, где-то обострить ситуацию на юге. И у меня, конечно, возникает вопрос, ну каким образом, когда сочетаются те события, которые происходили у нас в парламенте в последнее время, особенно касаемо Приднестровского конфликта, особенно касаемо действий всех фракций парламента по составлению достаточно уравновешенной резолюции по Приднестровскому конфликту. И тут бах, на юге буквально через два дня вот складывается такая ситуация. Вот, может, господин Влах что-то слышал, потому что, в принципе, в парламенте, как правильно говорит господин Горизан, нашли какой-то хрупкий консенсус между всеми фракциями по такой острой проблеме Приднестровского регулирования. Вас удивила эта инициатива или вы, возможно, о ней что-то слышали? Нет, я только узнал из средств массовую информацию, но, честно сказать, не знаю, Олег Федорович, почему он назвал фамилию, кто собирал эти подписи, я знаю двоих, кто конкретно занимался этим, а там бывший полицейский Харлампий Кирли из села Баучи и Георгий Радов Киритмундов, бывший примарь, кажется, он был примарен когда-то. Он и председателем колхоза там был. То есть это люди из инициативной группы или кто они, на кого они сейчас работают? У кого они работают сейчас? На кого они сейчас работают? Или каждому из них пришло в голову собрать подписи по своим каким-то регионам, селам? У них должность такая, они, кто платит, они работают. Дело в том, что там с этими подписями тоже есть много вопросов к подписям. Допустим, у меня есть информация, не то что информация, у меня есть доказательства, что некоторые подписи собирались в 2009-2010 году. Собиралась некая молодежная организация, допустим, для строительства больницы в Камраде. Потом эти подписи, видимо, как-то попали кому-то в руки, я так предполагаю, какому-то человеку попали в руки. И они были тоже в той стопке подписей, тоже в этих 5000 подписях, о которых говорил господин Бургуджи, что есть 5000 подписей. Можно ли говорить о том, что все подписи такого характера или все-таки собирали и сейчас? Да никто ничего не собирал. Они сделали, так скажем, ветер, два-три человека по некоторым населенным пунктам. Просто прошлись и то. Они когда проходили, они не говорили об отсоединении Гагаузии с Молдовой. Что значит Гагаузия отсоединится от Молдовы? Это одна страна, одно государство, и это только Молдова. Что касается, допустим, вот этих подписей, я уверен, что эти подписи были собраны, когда еще осенью, там, коммунисты, кажется, я не знаю, вы там инициировали таможенный союз, что-то, евразийский союз, что-то, ходили по селам, собирали подписи. Вот эти подписи, скорее всего, сейчас используют или их вообще нет? Потому что, если бы они были, их надо показывать. А их не демонстрируют? Их не демонстрируют. Я бы, я не изучал качество подписей, я не могу судить о том, есть ли какой-то процент там поддельных подписей или больше этот процент или меньше этот процент. Я бы здесь, наверное, заакцентировал внимание совсем на другом. Я вот в начале передачи сказал о том, что меня очень удивила сама процедура, как это было сделано. Это было сделано достаточно не в тот момент, когда нужно приложить все усилия, чтобы в Молдове нашли какой-то консенсус. Это было достаточно провокационно слеплено. И когда мы знаем фамилии людей, которые этим занимались, Гагаузия маленькая, то, конечно, возникает много вопросов. Конечно же, эти люди, и Радов, и Кирилля, о которых сказал господин Влаг Петр Петрович, они не сами по себе. Само собой, за ними кто-то стоит. Само собой, тот текст резолюции, который был написан, и этот текст был одинаков во всех населенных пунктах Гагаузии, где собирались подписи. Само собой, кто-то его писал. То есть, вообще, за два дня пять тысяч подписей собрать, это достаточно сложно. Это говорит о какой-то внутренней организации. То есть, может быть, какая-то часть из них была подделана. Может быть, часть какая-то из них была собрана. Я не беру судить. Но во второй части, все-таки, я бы разделил еще один момент. Для чего надо было именно сейчас проводить такой ажиотаж? Вот я параллель проведу. Что послужило. Да, ведь Гагаузия в этом году уже становится второй раз предметом натиска. Предметом серьезной провокации. Первый раз это было, когда в феврале в достаточно спокойной обстановке правительство создало комиссию по приведению в соответствии с законом об основном правовом статусе Гагаузии в соответствии с законодательством Республики Молгова. Эта бомба взорвалась в мае. И очень удивительно, что именно демократы в автономии попытались предстать перед всем Гагаузским населением как единственные освободители и защитники прав Гагаузского народа, автономии. То есть, мы помним эти предложения, которые дали все министерства. Одна провокация, ну ее удалось предотвратить, в том числе и силами депутатов парламента, которые выехали на чрезвычайную сессию и несколько смягчили ситуацию. Сейчас вторая такая же ситуация. Я не исключаю, что это может быть какие-то фрагменты одной цепи. И анализируя ситуацию, я думаю, что может быть и в будущем через какой-то момент может возникнуть еще какая-то ситуация. И самое интересное, что все эти ситуации, они разыгрываются вокруг самого больного, самого острого, самого дорогого, что есть сегодня у Гагаузов. Это права автономии, это ее статус, это ее перспектива существования и несуществования. Вот разыгрывание политических интриг, разыгрывание политических сценариев вокруг самой идеи, самого дорогого, что есть у любого народа, это право на самоопределение, я считаю, это уже кощунственно. Использовать саму эту идею, саму эту идею в этих интересах, это уже кощунство со стороны политиков и в первую очередь нашего местного уровня, которые берут эти приемы на вооружение. — Господин Вах, вам не кажется странным выбранный момент для проявления такого недовольства, что оно последовало сразу же после принятия такой курации? — Во-первых, я не верю этим подписям, это раз, объясняю еще раз, потому что такого провокатора, как Бургуджу в Гагаузе, его в всем мире нет. — Во-первых, если собирались бы подписи СИП, в таком случае службу СИП из Гагаузе надо всех повыгонять, повыгонять, в первую очередь, Железогу со всеми своими подчиненными. — Второе, всех полицейских надо выгнать с работы. Что значит ни участковые, ни СИП, никто ничего не знал, что есть, собирает подписи, потому что этих подписей не было, никто их не собирал. Они были собраны, если где-то когда-то, под каким-то предлогом. Для чего-то. Вот, как я говорил, что есть определенные общественные, не общественные, а молодежные организации, которые собирали когда-то, чтобы надо построить, отремонтировать больницу. Кто-то собирал таможенный союз, кто-то собирал там... — А сейчас кто-то воспользовался. — А сейчас просто воспользовались. Но я уверен, что этих подписей нет. Это итог, что касается подписей. — Что касается... Вот вы затронули вопрос о урезании полномочий с автономией. Никто ничего не урезал. И перестаньте уже заниматься популизмом, который никому не нужен, и особенно нам с вами. Потому что мы с вами, Олег Анатольевич Гагрузов. — Объясняйте, для чего. У нас есть человек, который отвечает за Гагрузию. Есть Фармузал, который является членом правительства. И он в феврале, если была создана такая комиссия, он голосовал за эту комиссию. Значит, до мая месяца он молчал. И даже в тот день, когда была чрезвычайная комиссия, чрезвычайная сессия Народного собрания, куда мы приехали с вами, мы в тот день тоже должны были быть на приеме у посла Азербайджана. Мы не поехали, мы приехали в Камрад, потому что сам Фармузал создал эту ситуацию, куда надо было собираться всем и решать вопрос. То есть нас обвиняли во всем этом. Не вас, вы оппозиция, вы сидели, дрова подкидывали. А за это надо было мне отдуваться и Александру Стойнову. Так было? — Правильно. — А что касается нашего Башкана, он просто уехал на прием к послу Азербайджана. — Кстати, насчет Башкана. — Я хотел ему задать вопрос там, на чрезвычайной сессии. Господин Башкан, вы член правительства. Если в феврале правительство проголосовало за эту комиссию, вы где были? — Я Башкане хотела вас сейчас спросить. Вот не кажется ли вам странным его умолчание после озвучивания этой инициативы о сборе подписей? — А вы знаете ее сейчас? — Да, в командировке. Потому что я приглашала его участвовать в нашей передаче. — Даже по инициированию вот этих подписей. Он когда узнал, что есть подписи, он сел в самолет и улетел сразу в Турцию. — Ну, я не думаю, что прямо так все взаимосвязано. — Только прилетел... Олег Федорович, давай это. Только, я вас не привел. Только прилетел из Турции, узнал, что он встречался там с группой депутатов и договаривался по исполкому. Кстати, он там готов был отдать всем членам исполкома. Большинству депутатов. Самое главное, чтобы ему простили там какие-то грехи, я не знаю, какие-то грехи у него есть. Он готов был отдать семерых членов исполкома. И не знаю, по какой причине что с ним случилось, но он вчера не подписал договор, тот, который они делали и должны были подписать. Ну, во вторник утром просто сел в самолет и улетел. На что была реакция депутатов Народного собрания, которые объявили, что 5-го или 6-го собираются экстренные заседания Народного собрания, где будут начнут процедуры импичмента. Лея, если вы позволите, то все-таки вопрос вот сейчас у нас как бы скатывается немножечко, мне кажется, обсуждение одно бок. Мы сейчас больше уделяем внимание вопросу, а были ли эти подписи, а качественные эти подписи, собраны ли были они или не собраны. А ведь вопрос-то в принципе не подписяк, в априори. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть ли вообще проблема и в том тексте, под которым есть или нет подписей, не буду я с этим сейчас спорить. Я сейчас возвращаюсь к саму тексту этого письма, этого обречения каждому депутату Народного собрания от своего населенного пункта. Я скажу, что сам текст у меня больших вопросов не вызывает. То есть содержание самого письма, где сказано четко о том, что в процессе внутренней жизни, внешней жизни страны, граждане Республики Молдова, жители автономии, они не соблюдаются или их мнение не учитывается. Сегодня закон об особом правовом статусе, я не говорю, что это только сегодня, это на протяжении какого-то времени не исполняется в полной мере. Законотворческий процесс в парламенте Республики Молдова, то, что я могу уже подтвердить, ведется абсолютно без учета законодательства, которое касается автономии. То есть все эти моменты в этом письме высказаны. Болевая точка обозначена. То, что они там собрали, не собрали, поделали, не поделали, это в принципе, ну хорошо, завтра соберемся мы все вместе и соберем не 10, не 5, а 50 тысяч подписей. Вопрос не в этом. Если надо, соберем не 100 тысяч подписей и малых, и взрослых. Проблема в том, что сегодня действительно, когда жители автономии видят то, что происходит в целом в Молдове, видят тот напряг, который создается вокруг Приднестровья, чувствуют интуитивно, насколько, в том числе и влияние наших псевдопартнеров Запада, которые все делают для того, чтобы наша страна действиями, по крайней мере, сегодня все это делают, чтобы наша страна была разделена по Днестру. И жители автономии начинают просто думать, хорошо, завтра, если вдруг, эти посты по реке Днестр будут установлены. Если действительно мы дойдем до точки невозврата, когда Приднестровье перестанет быть частью Республики Молдова, а что будут делать жители автономии? Какая судьба в будущем ждет автономию? У нас нет гарантии, что норма права ГГУЗов на самоопределение в случае утери Молдовой своей государственности будет исполнена. Скажите сами себе спасибо. То есть гарантий в Конституции его нет, в апреле не может быть. Так надо было сказать себе спасибо. Но в законе это есть, в законе это есть. И вы думаете, что сейчас это накипело настолько, что вылилось в такой форме? Конечно, это реакция жителей автономии, в том числе и на те внутри и внешнеполитические процессы, в том числе и на качество управления государством, в том числе и на качество управления регионами со стороны жителей автономии. Это нормальная реакция. Господин Горисов, многие политики в Кишиневе, которые не обошли вниманием эту инициативу, очень многие из них, почти большинство, сходились во мнении, что след организаторов этого сбора подписей референдума, он в Кишиневе. В том числе и господин Яков говорил об этом, который сказал, что кто-то намеренно собирается дестабилизировать ситуацию в регионе. У меня иногда создается впечатление, что в некоторых даже политических формированиях правая рука не знает, что делает левая. Потому что если мы будем сейчас переходить на фамилии, то наш спикер Народного собрания Константинов, который сказал, что там все спокойно, ничего там нет, там тоже он, по-моему, говорил, что там 90% подписей подделаны, он является членом Демократической партии. Господин Бургуджи является тоже членом фракции Демократической партии в Народном собрании, который толкает, насколько я понимаю, и больше всего доказывает справедливость этого письма, обращения и так далее. И законность этих подписей. Оба они являются депутатами фракции Демократической партии в Народном собрании. То есть это как минимум говорит либо о том, что в датском королевстве не все спокойно. И, само собой разумеется, когда, это не первый пример. Первый пример был, когда Народное собрание в Гаузии приняло законопроект или постановление по сексуальным меньшинствам. Ведь тогда очень бойко Народное собрание, извините, очень бойко Народное собрание приняло постановление, законопроект, по-моему, и как только их вызвали сюда на ковер, все замяли, все, проблемы нету. Вот была проблема, после встречи в Кишиневе проблемы нету. Учитывая эти признаки, можно сказать, что да, в какой-то степени... По Таможенному союзу не было. Нет, не по Таможенному. По Эференному Таможенному союзу. Это в том числе. Это уже третий пример, о котором вы говорите. То есть была инициатива... Была инициатива нашей фракции в Народном собрании, но там демократы сразу завалили эту инициативу, они сразу получили по шапке с Кишиневым, мы об этом говорили, демократы их сразу остановили. То есть, конечно, сказать о том, что те действия, которые проходят в автономии, они проходят автономно, в полном смысле этого слова, мы не можем. Мы одна маленькая страна, политические ГГУЗи, так переплетена сейчас всеми политическими формированиями, которые каждый пытается распространить свои большие влияния на регион. Мы понимаем, что влияние Кишинева, оно очевидно, оно есть. Другой вопрос, что нашим региональным политикам надо четко выбирать, где мухи, где котлеты. Можно так глупости натворить, что завтра мы не поправим эту ситуацию никогда в жизни. И если мы пойдем псевдо такими действиями провоцировать, что может пролиться кровь или, не дай бог, еще что-то, тогда что это за борьба за автономию, за идею национальную и так далее. Это все противоречит той идее, которая записана в этом письме. А вот, господин Рубах, вы сказали, что большинство из этих подписей, это списки из каких-то других инициатив. В таком случае, кому выгодно провоцировать вот такую ситуацию? Кому нужно было их собирать, под один корешок какой-то, и подавать как инициативу по референдуму, по обращению, в такой форме, в которой мы ее видели? Да, у меня здесь складывается такое впечатление, что здесь идет борьба против ЛДП. Объясняю, даже взять, если по той комиссии, которая когда-то создавалась правительством, вот как по Урезанне, как говорят, полномочия-то там не было, в Урезанне полномочия, там был вопрос от полномочий ГГУЗИ, которые поднимали сами ГГУЗИ. Один из них, тот же Бургуджи, еще осенью просел спикера парламента для того, чтобы рассмотреть этот вопрос и создать комиссию по разграничению полномочий и автономии. Но другое хочу сказать, что председатель правительства от ЛДП, Влад, сейчас председатель правительства ЛЯНК, ЛДП. Нестабильность, те люди, которые хотят сделать эту нестабильность в государстве, они просто хотят помешать, в первую очередь, и развалить проевропейскую калифу, которая создалась, и второе, это не дать, чтобы осенью был подписан договор о свободной торговле СССР. Вы считаете, что проблема в этом? Проблема? Ну и кое-кому надо реабилитироваться, наверное, перед ГГУЗИ, избирателем. То есть, называть какое-то политформирование или те силы, которые стоят за этим, вы не можете? То, что не могу. Если у кого-то есть проблемы с избирателями, с ГГУЗИ, тот должен подумать, как должен реабилитироваться. И вы начинаете искать разные варианты. Вы сказали, что конкретно направлено против ЛДП. Сто процентов. В подписании этого соглашения в Вильнюсе заинтересовано ведь не только ЛДП, но и те же ваши коллеги, допустим, от Демократической партии, которые выступают с данными инициативами. Я не знаю, я не читал программу Демократической партии, я могу сказать то, что у нас в программе было написано ЛДП. что будущее в Молдову и без Воронина. Я хочу сказать, что у нас было в программе написано, что мы, ЛДП, идем на сближение с Евросоюзом для вступления в Евросоюз. В нашей программе это было написано. Сейчас просто в связи со многими скандалами, кое-кому хочется помешать, чтобы в программе то, что было написано, мы реализовали это. А как же так называемое соглашение о ненападении, которое подписали партии? А кто на кого нападает? Вы же сказали, что нападки на ЛДП. Я же сказал, что кто-то из коалиции, что ли? В принципе, мы все знаем, кто владеет большинством в народном собрании, кто контролирует это. Я не знаю, что вы знаете, но давайте то большинство, я не знаю, кто их контролирует, но то большинство, которое есть даже взять в народном собрании Гагаузии, там они говорят разные, по-разному. Допустим, спикер парламента народного собрания говорит о том, что эти подписи 90% фальшивые. Я говорила про то, что господин Дьяков сказал, что он видел, или люди, которые видели, ему передали, что там подписи сделаны одной рукой. Председатель комиссии юридической Бургуджи Иван, он говорит, что подписи есть, другие депутаты говорят, что они их не видели. То есть здесь тоже... Но в то же время, пока существуют вот эти обсуждения корректности или законности этих подписей, как можно в таком случае уже запускать этот механизм по рассмотрению этой инициативы? Я немножко отпарирую. Вот Петр Петрович стал в последнее время большим сторонником Евросоюза, но не перестает к друзьям летать Ленинград. И вопрос не в этом. То, что у нас, в принципе, большинство населения автономии не придерживается линии евроинтеграции, об этом, я думаю, это не секрет не для Петра Петровича. И в этом обращении, которое адресовано в адрес Народного собрания, один из пунктов о том, что правительство Республики Молдова, о котором сейчас ратует Петр Петрович, защищает, будучи членом либерально-демократической партии, это объяснимо, это понятно, ведет курс на евроинтеграцию. И причем этот курс ведется без учета мнения жителей автономии. И в этой связи это одна из причин, почему вот этот процесс начался. Жители автономии хотят, чтобы их мнение тоже было учтено. Можно вам вопрос, Олег Федорович? А вы в этом не участвуете? Это не ваша инициатива сбора подписей? Вы так говорите, то... Давайте разделять вещи, Петр Петрович. Я разделяю. Вы в этом сами не участвуете? Коммунисты в этом не участвуете? Нет. Коммунисты, если будут участвовать, то мы сделаем так, что мало никому не покажется. В этом будьте спокойны, уверены. Мы знаем свои способности, организационные и все остальное. Именно то, что это провокация, я ее тоже оцениваю как провокация на данном этапе, она кому-то была нужна. И это меня возмущает. Но то, что проблемы, которые в этом письме поднимаются, они справедливы. То, что сегодня действительно руководство правительства, во главе с либерал-демократами, которые обещали нам не бедность, а за 4 года загнали страну в самую худшую вид бедности, которые ведут политику по расколу нашего государства, это у жителей автономии вызывает справедливое беспокойство. И дай бог, чтобы мы на каком-то этапе развала нашей страны остановились, потому что эти письма могут перерасти и в возмущение, и причем в открытое возмущение, и не только на юге, но и в других регионах нашей страны. То есть вы думаете, что после проблем по Днестру и с гагаузской автономией могут последовать другие? Само собой разумеется, гагаузская автономия, если только, не дай бог, наше правительство до конца доведет, но есть такое мнение, что еврочиновники разработали определенный план, по которому, ну, господин Шубель буквально позавчера, по-моему, или вчера заявил о том, что не может быть и речи подписания ассоциированного членства Молдовы в Евросоюз, если не будет Евросоюз знать, кто въезжает на территорию Молдовы и кто отсюда выезжает. Да, террористов нужно. То есть надо поставить четкий заслон, так как Молдова не может контролировать свою восточную границу украинско-преднестровскую, то здесь получается, что именно Евросоюз наталкивает на то, чтобы наше государство своими руками и разваливало нашу страну. И, конечно же, люди за этим возмущают, и в Бельцах за этим смотрят, и в Гагаузии за этим смотрят, и, конечно, люди будут в ране самосохранения предпринимать какие-то шаги. Я говорю, вообще здесь одна проблема, то, что это сделано не вовремя, то, что неизвестно в конце концов, кто за этим стоит, почему эта провокация вообще была организована. Это все вызывает возмущение, критику с нашей стороны и необходимого расследования. Но это не значит, что нету самой проблемы. Это не значит, что у нас все хорошо. Мне очень понравилось, я в интернете одного аналитика нашего прочитал, он проводил аналогии с 92-м годом. В 92-м году все тоже говорили один к одному, все хорошо, все хорошо. А наши три, двое наших полицейских со стороны спецслужб Молдовы, когда сыр, моча убили, это чья была провокация? Это была провокация спецслужб Молдовы на территории собственного государства, чтобы развить бойню, кровопролитие на территории Гагаузии. И слава богу, тогда МВД со спецслужбой Молдовы вышли в против ОС и удалось эту бойню предотвратить Гагаузии. Мы были в шаге от войны. Но если удалось предотвратить Гагаузии, в Приднестровье в 92-м году предотвратить не удалось. И в Приднестровье были бендерские события. Вы думаете, сейчас в Гагаузии возможны повторения? Могут ли наступить на те же грабли с той же физической конфронтацией? Если в 91-м году спецслужбы Республики Молдова, спецслужбы государства, которые отвечают за целостность, за спокойствие страны своей, родной, попытались совершить диверсию в Чедерлунге, где они должны были расстрелять нескольких человек, взорвать, и чтобы потом все это свалить на Гагауз, чтобы обозначить и оправдать ввод вооруженных сил на территории автономии, почему я сегодня не могу предполагать, что кто-то может быть именно таким же образом действует и пытается провоцировать на юге такой же самый конфликт. То есть такая аналогичная ситуация 10 лет назад была. И меня больше всего вот это волнует, что наши патриоты могут клюнуть на все эти провокации и действительно дойти до непоправимых последствий. А вы думаете, возможно ли повторение сейчас такого сценария? Ну я же не могу комментировать бред Олега Федоровича, который в 92-й год возвращается. Давайте какой-нибудь другой вопрос. Это бред. То есть вы считаете, что сейчас настолько все спокойно, что невозможно повторение такого сценария? И слава Богу, конечно. А скажите, вот установление, установка этих постов миграционных... Один вопрос вот вы задали. Кто, допустим, пойдет на это? Депутаты народного собрания? Там 70% депутатов олигархи. Просто вы... В вашем народном собрании? В вашем народном собрании. Хороший состав. И они работают во благо народа? Сейчас занимаются данными и инициативами? И вы считаете... И вы не соглашаетесь с господином Гризаном, что это провокация? Если они поддерживают, несмотря на то, что вы же сами говорите, что подписей как таковых не существует. Чем руководствуются они тогда? Нет этих подписей. Кто руководствует? Вот и нашли одного, которому все равно при какой власти сидеть. Тот, как начал сидеть в 90-х годах, он до сих пор не может понять, он вернулся на родину, он не вернулся. Разрешите, секундочку. Извините, пардон. Я не буду комментировать в неэтичные выпады Петра Петровича. Но единственное, я хочу спросить, Петра Петрович, ну пока единственное, вы сам текст обращения читали? Не хочу читать и не буду. Все, у меня больше вопросов нет. Потому что я знаю, что там было написано. Если человек не читал и знает, то у меня тем более вопросов нет. Я хотела вас спросить. Эти тексты, начиная с 90-х годов, идентичные они по сей день ходят по рукам. Хотела вас спросить, в условиях, в которых вы говорите, что подписи не существуют, господин Горизан говорит, что это на самом деле срежиссированная провокация. Технически, как может народное собрание принять к рассмотрению о возможности организации референдума? В условиях, когда нарушено столько пунктов, предусмотренных для сбора, регистрации подписей, подачи инициативы. Я бы хотела услышать господину главу по этому поводу. Ведь господин Бургуджи подтвердил коллегам из других СМИ о том, что в ближайшее время эта зарегистрированная инициатива будет принята к рассмотрению. Потому что в Кишиневе, допустим, если кто-то пытается собрать какие-то подписи за референдум, вы знаете, как это происходит. Вы знаете, какие процедуры, регистрация, регистрация людей, которые уполномочены собирать эти подписи. То есть это объемная такая процедура. Как это происходит, и как это происходило там, и почему это уже прямо к рассмотрению готово? Во-первых, если, давайте так, про те подписи, про которые они утверждают, если они так уверены, что они собирались, они незаконно собраны, это раз. Потому что любая инициатива, она должна приниматься и должна ставить в известность ЦИК, мне кажется, да? По закону. ЦИК уже сказал, что ЦИК в Кишиневе сказал, что это незаконно. Это первое. Второе. Дальше. Второе. Второе, в Камраде, в ГГУЗе своего ЦИКа нет. Чтобы они прикрывали, что есть, что ЦИК ГГУЗ кидал. Это второе. Третье. Вот этому инициатору дадут по шапке из Кишинева и будут сидеть как миленький в стороне и забудет о каком-либо референдуме и так далее. В каком организаторе? Бургуджи. Кому? Вы думаете, что Бургуджи за всем этим стоит и вот его личная инициатива? Ну, я вам еще раз говорю, такого провокатора, которого как Бургуджи, нет нигде. А зачем ему нужно было волновать ситуацию? Здесь вы... Давайте так. Дело в том, что этот человек был в бегах. Его когда-то преследовали не в упрек. Комнистом его преследовали, но не за то, что вот как он пишет якобы за его политически. Его преследовали за... Там другие... Он обвинялся в продаже оружия, еще в чем-то обвинялся. И он был в бегах. В 2010 году я уже, будучи депутатом, еще не буду, я был кандидатом депутата. Я попросил тогда пример места. Говорю, наш гагаузский... Один из гагаузских, так скажем, лидеров, который стоял у истока в Гагаузе. Говорю, ну, сегодня по не своей воле находится не в Молдавии. Можно как-то, чтобы он вернулся обратно, на свою родину? Где бы... Пример был Филат. Где бы была команда? Изучите вопрос законности возвращения этого человека. Если оно действительно есть где-то, есть и ущемленные его права. После изучения, через месяц господин Бурбуджи возвращается в Гагаузию, в Молдавию, в Гагаузию. Как только приходит, он выходит на телевидение и начинает. те, значит, как он называл, значит, либерал-демократы, они хотят объединить с Румынией, либералы хотят объединения с Румынией, хотят объединения с Румынией, все хотят объединения с Румынией, только он один, с Пассатом они самые хорошие были. Я ему задаю вопрос, говорю, Иван Юрьевич, вы, говорю, своему, вообще, соображаешь его говорить? Я вам помогал, чтобы вы вернулись на Родину. Он мне говорит, а при чем? Я говорю, потому что я просил и премьера, и всех просил, чтобы изучили вопрос, ваш вопрос. На что он мне сказал? Он говорит, мой вопрос решил Пассат. Говорю, Пассат так же был в бегах, как и ты. Странный контингент в народном собрании, конечно, странный контингент в народном собрании, олигархи, беженцы. Если вы позвольте, мне кажется, что несколько наших передач мы скатываемся до более мелких тем, которые интересны, может быть, на улицу, но не в студии. Качество подписей это не наша проблема сейчас в студии. Мы ее обозначили, но пусть специалисты отвечают. Автобиографию Бургуджи сейчас рассказывать всей стране, это тоже не наша суть. Бургуджи это будет, Горизан, Лах, Чорбаджи, другой какой-то. Вопрос тоже не в этой личности. Арей Федорович, кто сегодня будоражит все население Молдовы? Мы Гагузи, все население Молдовы. Пока мы не знаем, сейчас я закончу. Это очень интересный вопрос. Пожалуйста, вам Бургуджи, что значит не знаете? Посмотрите, за чьей подписи, кто там подписывается. Значит, смысл в другом. Вы задали вопрос, а юридически какую нагрузку несет сама эта процедура сбора подписей, какие последствия этой нагрузки? Никаких. Дело в том, что сбор подписей подразумевает, согласно законодательству, обязательно эти подписи должны быть утверждены у примара. Это первое, что делается. Идется к примару, где примар заверяет эти подписи. Секретарь ставит печать примарии. После этого, во-первых, сам комитет получает разрешение на сбор подписей. То есть люди, в том числе и Бургуджи, я абсолютно не считаю нужным сейчас обсуждать его биографию, в том числе и Бургуджи, и Радов, и еще там несколько других фамилий, они знали, что в принципе они в априори с самого начала не соблюдают законодательство и никакой юридической нагрузки этой процедуры нести не будет. То есть даже никто не ставил себе как цель получиться. Вот о чем речь. То есть идея как бы перед населением, перед людьми сказать, что мы борцы, мы вот ультиматум ставим Кишиневу и так далее, а все это вырисовывается в элементарную провокаторщину против своего народа. Вы знаете, как когда что делают охотники, когда надо стадо загнать на бойню. Они вожаку этого стада вешают какой-нибудь колокольчик, за кем идет все стадо. И вот этого гонят одного на бойню и все стадо идет на бойню. Вот меня больше всего беспокоит, что я вижу именно эти признаки, что если бы люди действительно хотели защитить интересы автономии, они должны были соблюсти все нормы законодательства, пройти шаг за шагом. Чтобы никто не придирался. Ни кто не придрался. И если они имеют такую задачу, надо было это доводить до логического ума. А этого сделано не было. Это и вызывает возмущение. Но то, что сама проблема есть, и получается, что, повторюсь, самое святое, что есть у любого народа, это желание на самоопределение, это желание сохранить свой язык, культуру, государственность, именно вот эти самые святые вещи нашего народа попали под политические интриги. Как в таком случае народное собрание могло допустить к рассмотрению? А еще ничего не рассмотрено. Значит, народное собрание, соответствующая профильная комиссия получила, даже депутаты еще не были знакомы. Председатель этой комиссии передал все эти письма, копии писем с подписями соответствующим депутатов своих сел, своих округов, теперь они это изучают, следующий шаг это будет заслушивание. Будет заслушивание. Да, но объявили, тот же господин Бургуджи объявил общественных открытых слушаний. Да, вот придут, все соберутся и будут слушать, вот что по этому вопросу, кто что думает. Если господин Влад говорит, что подписи незаконные, что они вообще не соответствуют, в таком случае они может быть должны быть заслушаны где-нибудь в себе, в прокуратуре, а не в народном собрании? В том числе, если есть и такие нарушения, они должны, наверное, быть заслушаны и там. Вот вы, если говорите, что они не соответствуют, вы в качестве депутата парламента потребуете от службы информации безопасности или от прокуратуры проверить законность вот этих подписей соответствия самой процедуры или пустите все так на самотек? Я этого делать не буду, кому это интересно поделать. Службы и так должны были это сделать без запросов депутатов парламента. Если они не умеют работать, надо распускать. Начинают прокуратуру и СИП и так далее. Если они этого еще не сделали. Если они этого не сделали и не хотят сделать, значит, они в этом сами замешаны. вы знаете есть... И еще хотелось бы по этим слушаниям, по всем вот этим моментам, которые есть подписиан так называемых и так далее. Вы знаете, мне кажется, сами журналисты, само СМИ больше дает повода, чем того хотят сами это рекламируют. Мы сами это рекламируем, мы сами говорим об этом. Мы сами этого... Не мы, а сами журналисты это рекламируют. Зачем это нам? Ну да, мы на прошлой неделе видели, как тиражировали и муссировали эту тему, причем рекламируют очень активно. И продолжается. Вы знаете, здесь проблема... Что мне самое интересное... Секундочку, вы и так уже 40 минут говорите. Что самое интересное, допустим, если где-то что-то в... скажем, помощь нужна, или же построена больница, или построена дорога, или отремонтирована больница, или же отремонтирована школа, на садик... Об этом не говорят. Потому что это не надо об этом говорить. Но если в Гагаузии что-то сделано... Допустим, помните, в одно время, как там некоторые председатели колхозов казаками становились, генералами становились? Человек пошел с армией ефрейтором, он тут проснулся, он генерал. Или же бурбило все общество. В Гагаузии казачество образовало. Забыли о нем. Сейчас, потом, после этого придумали вот это про... То, что урезание полномочий Гагаузии придумали про эту комиссию. Опять про Бурбило. Сейчас придумали... Сейчас опять вышло вот это то, что якобы подписи. И опять СМИ только работают. Такое ощущение, что у нас, кроме Гагаузии, в Молдавии нет никаких проблем больше. Ну, наверное, вы за остальными не следите. У нас вопрос от Николая для господина Вах в продолжении того, что вы говорили о Бургуджи и Пасате. Хотите ли вы сказать тем самым, что за инициативой об отделении стоит Валерий Пасат? Я не знаю. У меня нет информации, что они общаются или не общаются. В то время, когда были выборы в 2010 году, Иван Бургуджи тогда поддерживал Валерия Пасатова. Ты долго будешь перебрать? Ну, хорошо. Тут, к сожалению, нет спикера парламента, который бы вам выключал микрофон, поэтому я надеюсь, что у вас будет дискуссия. К счастью, у него тоже нет третьего микрофона. Здесь нет третьего микрофона. И спикер вам не подыгрывает. Будьте послушны. Пожалуйста, заканчивай мысль. Сформулируй. Попытайся ее сформулировать. Насчет господина Пасата. Может ли он участвовать сейчас в этой инициативе? Ну, я не знаю. Как проявление, не знаю, некой политической силы, на которую указывают политики здесь, в Кишиневе. Ну, не знает, человек сказал. Ну, что ты туда пытываешься, Олег? Ну, не знает, человек. Интересно просто прозвучало новое имя. Можно один вопрос. Может, в студии или в баре где-то сидим? У нас открытая студия, поэтому дискуссии знаете как. Может быть, я много и говорю, Пётр Петрович, но я знаю, что говорю, по крайней мере. Вы компенсируете то, что вам спикеры отключат. Вы просто, Олег Ильич, вы просто мне рассказываете законность или процедуру начала собирания подписей. Я об этом знаю. Понятно. Я хочу еще один момент заострить именно по касаемой теме. Вложение Гагаузии в законодательство, а вложение Гагаузии это наша сегодня конституция, если так перефразировать ситуацию. Конечно, в конституции Республики Молдова никак не может быть записано, это было бы парадоксально, что в случае утери статуса государственности и независимости Республики Молдова какая-то ее часть имеет право на самоопределение. Это представьте себе Конституция Российской Федерации сегодня написано, что если завтра Россия перестанет быть независимой страной, то Аляска, пардон, Чукотка там и еще будут чьими-то другими-то территориями. Конституция любой страны в мире не подразумевает в априори, что она может потерять когда-нибудь свой суверенитет. Именно поэтому в Конституции Республики Молдова никак нельзя было записать этот статус это право автономии. Но в уложении автономии, что является Конституцией автономии, записано, что если вдруг не дай бог такое произойдет, то автономия имеет право на самоопределение. Теперь, если мы посмотрим в более широком формате, сегодня автономия с ее правами, которые во многом не соблюдаются, мы должны это признавать, что от этого прятаться, надо быть в конце концов реалистами. Гагузия является очень серьезным препятствием, в том числе и того псевдопроцесса евроинтеграции, который пытается сегодня затуманить, запудрить мнение, мысли людей. Гагузия сегодня является таким мощным якорем со своей евроазиатской направленностью, мнением, это автономия, что сейчас не представляется в контексте и преднестровских событий, вот эта кость в горле статья в уложении о праве гагузов на самоопределение, она должна быть каким-то образом изъята этого законодательства. Это закон сегодня, пусть в автономии на это закон, который дает право населению ссылаться на него в определенных неблагоприятных условиях. И вот эти все действия, они в контексте может быть и тех событий, чтобы автономию свести на нет и работа комиссии, и вот эта провокация, и я повторяюсь, может быть еще кое-какие в будущем. У нас вопрос для обоих гостей. Кому выгодно напряжение ситуации в Гагаузе и какая цель преследуется? Прошу ответить прямо. И второй вопрос есть тоже от этого же гостя. Можете ли вы сказать прямо, какая партия участвовала в этих действиях касательно инициативы подделения Гагаузи? Два коротких вопроса, на которых просят два коротких ответа от каждого гостя. Словом, у нас сегодня нет. Хорошо. Я отвечу, я выскажу свое мнение. Что касается первой части вопроса, кому это выгодно, мне сегодня сложно сулить. Я бы не хотел просто высказывать какое-то мнение, не основанное на каких-то фактах. Да, я знаю, кто приезжал, кто собирал в нескольких населенных, некоторых населенных пунктах. Я знаю, с кем они связаны, я знаю, кто за ними стоит, но эта цепочка, мои возможности не дают эту цепочку проследить до верха, потому что я убежден, что в принципе это не созрело только внутри автономии. Это, на мой взгляд, исключено. Что касается какая политическая партия, тем более сложно судить, потому что я привел пример. Господин Константинов является членом Демпартии и членом фракции Демпартии в Народном Собрании, он занимает одну позицию, тот же самый как его господин Бургуджи тоже член той же самой фракции, он не член партии, но член той же самой фракции, он действует совсем иначе. Но то, что в нашей автономии, а значит в нашей маленькой родной стране Молдова, кто-то заинтересован в дестабилизации, в этом у меня нет никаких сомнений. Это не случайность, это не родилось в голове у Бургуджи, это чей-то спланированный план. Бургуджи это винтик в реализации этого плана. На ваш взгляд, кому выгодно напряжение ситуации? И какая цель преследуется? Еще раз говорю, чтобы помешать, подписать ДВР в Венесе. И кто может стоять, какая партия участвовала в этих действиях? Я не могу сказать, какая партия. Куберал-демократ. Кто? У нас еще один вопрос гостям. Какие могут быть последствия откровенно националистических проявлений, звучащих в Кишиневе все чаще и чаще? Я могу начать. Господин Влах. Ладно, они считают себя будут присоединены к Румынию. К ГГУ к кому присоединяться? Они отсоединятся. Ну, кому? Отсоединятся, куда пойдут? В этом-то и вопрос. Вопрос в инициативах. Тут сейчас пока бои на уровне инициатив. И то, неизвестно в ГГУ это будет такие рассмотрены инициативы или останется так? Я другое хочу предложить. Вот эти вот некоторые, которые здесь есть в Кишиневе, считают себя ярыми националистами, и которые есть в ГГУ, и вот их надо вместе собрать и психушку посадить, и вот пусть там разбирается, кто куда будет объединяться. И вот тогда все успокоятся. Ну, среди ваших коллег по коалиции тоже же есть люди, у которых другие видения, нежели ваши. Ну, хорошо. Давайте вот я вам задаю вопрос. Если человек с себя сегодня говорит, что он молдаван по национальности, но он говорит, что он румын, я ему могу запретить, чтобы он был румыном? Я ему никогда не смогу запретить это. Если у нас ГГУ говорит о том, что он сегодня турок, я ему что-то скажу, что ты не турок? У нас есть гагаузы, которых царство небесное хоронили по мусульманскому обучению, по турецкому обучению. У нас есть даже такие случаи. Вопрос был в том, как могут повлиять какие-то откровенные националистические проявления, звучащие в Кишиневе, на события в гагаузской автономии. Я бы у вас это хотела узнать. Да никак не повлиять, надо реагировать просто на это. И на ваш взгляд. Спасибо. Это очень серьезный вопрос, который вы сейчас задали. И я считаю, что люди, которые сознательно, а я не исключаю, что там были, я не знаю, какой процент подделанных подписей, но я думаю, что там все-таки были сознательно подписываются люди. Я думаю, логика их сводится к тому, что сегодня Министерство юстиции, которое курируются либерал-демократами, регистрируют на территории нашей страны партии, в уставе которых записано, как основная задача партии, это ликвидация молдавской государственности. И это, на мой взгляд, смешно, это грустно, это преступление, за которое люди должны отвечать. Это уже не привлево изумлений, это подрывная деятельность, и под эту деятельность есть статья. И сегодня представитель либеральной демократической партии регистрирует такую партию, которая сегодня выступает против государственности страны, против ее уничтожения. Чего мы так сполошились и чего мы так накинулись на этот текст, где сказано, что гагаузы в случае чего будут требовать своей независимости и самоопределения. То есть здесь в априори официально люди работают, подрывая суверенитет государства, а это направлено на то, чтобы именно их остановить, чтобы эти партии, во-первых, были запрещены. Что это значит? Конституционный суд принимает сторону. Да, у нас в Конституционном суде сколько, пять или шесть граждан Румынии. Скоро будет на одного меньше, если попадет в большинство инстанцев. Это не принципиально. И тем не менее эти люди сегодня в Конституционном суде чем занимаются? Они принимают решение о том, что Минюст справедливо зарегистрировал партию, которая подрывает устои суверенитета нашей страны. То есть, что Сунис суд принял решение в пользу вашей партии, признав символы? Серпий Молот не является критерием подрыва устоев суверенитета нашей страны. Это совсем другая сторона медали. А мы говорим о партиях, которые подрывают суверенитет страны. Вот в чем проблема. Господин Горизан, вы сами задали вопрос, сами же на него ответили. Если даже... Давай, товарищ. Мы с тобой, товарищ. Нет, вы мне не товарищ. Если мы с вами, если вы только что задали вопрос о том, что господин Вифрим, министр юстиции от ЛДП, зарегистрировал партию, он, если бы даже ее не зарегистрировал, подали бы в Конституционный суд, и Конституционный суд принял бы, что он обязан зарегистрировать. И тогда, чтобы было... Причем-то двина министра юстиции. Давайте я вам задам другой вопрос. Вот так я понял вас, что... Для чего я здесь в Омеге у вас нахожусь? Для того, чтобы распиариться, какой вы хороший коммунист. Я вот, Олег Федорович, одно хочу вам напомнить. В 2003-2004 годах, когда партия ХДНП такое было, румынского направления, когда жгли флаги, портреты руководства российского и так далее, и так далее, в 2005 году, почему же вы, коммунисты, пошли на союз с этой партией, с румынской партией, с партией, которая везде говорила о том, что объединение Румынии должно быть? Почему вы пошли? Мало того... Подождите. Можно? Сейчас ответьте. Мало того, вы, кроме этого, господина Рожку Юрия сделали еще вице... В 2009 году его сделали еще вице-председателем правительства по безопасности страны. Я отвечу. Вы тогда о чем думали? Мне задали вопрос, можно я отвечу? Вы так прекрасно справляетесь с обязанностями модератора. Я хотела бы вам напомнить, что мы здесь собрались для того, чтобы обсудить проблему, которая возникла сейчас. А что же вы его не останавливаете, когда он нападает на меня или на нашу партию? Я молчу. Слушай, я ему ответил про те партии, которые он называет и хотят объединить с Румынией, якобы они в коалиции и так далее. Я ему задал вопрос. Почему вы в 2005 году объединились с Румынской партией? Я отвечу. Можно я отвечу? Да, и вернемся, пожалуйста, к нашей теме. Это неприемлемо. Почему ваша партия в 2002 году, нарушив закон и конституцию, спровоцировала еще какие вопросы? Никакие. Спровоцировали отставку у Критуры. Хорошо. Значит, давай так. А потом вернемся к нашей теме. Да, обязательно. Я очень кратко отвечу. И отвечу с сарказмом. Посмотрим на ситуацию с Юрием Ивановичем, нарушкой его партии. Значит, если вы хоть сможете на один процент сделать с вашими националистическими союзниками, что сделали мы в союзе с Юрием Ивановичем, когда он стал сегодня одним из самых мощных патриотов страны и ни одному вашему члену или лидеру вашего альянса и близко его вместе с ним сейчас не стоят, то я вам скажу молодцы. Но вы, к сожалению, этого сделать не сможете. У нас вопрос на тему... Вы его сделали в течение пяти лет. Господин Вах и господин Горизан, я хотела бы попросить вас вернуться к нашей теме. На ваш взгляд, что последует дальше, если эта инициатива будет принята к рассмотрению? Вот вы сказали, что органы, такие как СИС, как прокуратура, они должны что-то сделать. Вот, допустим, они ничего не делают, эта инициатива попадает на стол к депутатам Народного собрания. Я... Отещай? Я вас прошу. Давайте вот так. Что Олег Федорович, что Ирина Федоровна, что Александр Дмитриевич, что я. Мы никогда не приглашаемся ни на какие заседания Народного собрания, мы никогда не приглашаемся на заседания исполкомов. Но мы зато здесь... Да, пусть в оппозиции сегодня находятся Ирина Влахи и Олег Горизан, пусть получается у нас сегодня добиваться каких-либо денежных средств на автономию с Ставионом Горизаном, но мы все законодательные инициативы, все вопросы, которые есть, мы вчетвером подписываем, согласовываем и даем на утверждение в парламент, в правительство и так далее. Но мы никогда не участвуем в каких-либо дебатах в Гагаузии. Мы об этом, мы о каких-то там бредовых мыслях господина Бургуджи узнаем по СМИ. Если бы мы изначально нас бы приглашали, хоть бы на одно заседание Народного Собождения нас бы пригласили и спросили бы, ну, ваше мнение, допустим, как вы считаете, может ли, пройдет ли этот вопрос в парламенте, вот эта законодательная инициатива пройдет ли в парламенте, или же исполком бы вышла бы законодательная инициатива. Мы бы ответили бы, там прямо на месте это бы решилось, и никто бы никогда в Кишиньёбе не знал бы, допустим, о том, о чем мы разговаривали там в Камраде депутаты парламента и депутаты Народного Собождения и исполком. Но у нас, извините, делается все наоборот. После этого приходится депутатам парламента из Гагаузии отвечать на те вопросы некоторых, я не могу сказать, нормальных людей, больных людей, которые выходят с каким-то инициативами. И надо нам отбываться, почему они сегодня это сказали, почему они вытащили сегодня на посмещище Гагаузию перед всей Республикой Молдова, перед всем миром. Знаете, вы так правильно заметили, что такое ощущение складывается, что власти нет в регионе, которая должна была бы реагировать на данные страны. Я вам приведу вот пример. Так ее нет или она есть? Почему нет реакции в автономии? Давайте так, посмотрите, если вам дадут такую информацию, вы узнаете, сколько дней Башкан-Гагаузия находится в Гагаузии. В течение года. Хорошо, кроме Башкана есть же и председатель Народного Собрания. Который смог Преседатель Народного Собрания это законодательный орган. Что касается исполкома, я говорю насчет рабочих, я имею в виду насчет исполнителей. Кто должен работать? Если не господин Формозал, допустим, его реакции не было. Должна была бы быть адекватная реакция. Почему не было его реакции? Его реакция, он сразу садится в самолет, улетает. Его реакция в прошлом году была, его реакция и сейчас была. Он опять собирается, я как понял, по некоторым источникам, что он опять собирается выдавать дипломы тем ученикам, которые не смогли сдать бакалавр. Гагузин опять будет выдавать какие-то там дипломы гагузские. насчет образования мы затронем эту тему. Какое издевательство? Сейчас скажем. Мы затронем эту тему. Обязательно. Давай затронем два параметра. Я хотела бы, чтобы ответил и господин Горинзан. Все уже понятно, что фальшивые. Давайте по бакалавру. Нам непонятно. Потому что мне это тоже не нравится, по бакалавру, как вы раздуваете вот эту тему. Господин Вах, можно ли мы закончим говорить на тему референдума? Пожалуйста. Спасибо большое. господин Горинзан. Как вы считаете, почему не было соответствующей реакции на такое впечатление создается, что там некому реагировать? И что, на ваш взгляд, может произойти, если эта инициатива все-таки ляжет на стол депутата местного народного собрания? Я все-таки считаю, что наши депутаты не совсем, скажем так, дилетанты в этих вопросах. Поэтому с юридической точки зрения эта инициатива не может лечь и быть основой для рассмотрения в серьезном смысле. Да, в качестве обсуждений, общественных слушаний, с привлечением депутатов парламента, общественных организаций, специалистов, аналитиков, демагогов и так далее. Все это можно, конечно, делать. Но юридической основы здесь для рассмотрения нет. Я не вижу. Но зависит все от того, как будет развиваться ситуация в стране. Если в стране нынешняя власть будет продолжать совершать поступки, направленные на ее раскол, против ее суверенитета, я не исключаю, что через месяц, через два, через три возникнет серьезная, мощная команда на юге, причем вне зависимости от политической принадлежности, которая пройдется поголовно, соберется подписи, сделает все юридически правильно и инициирует это уже в рамках законодательства автономии и Республики Молдова. Поэтому все зависит, мне кажется, что на данном этапе это просто провокация, а в будущем, что произойдет, все зависит от того, насколько наши здесь люди в руководстве страны смогут эту ситуацию предотвращать. И, конечно же, у меня вызывает возмущение, вы спрашиваете про Формуза. Я не буду гадать сейчас Башкан, почему как-то не отреагировал. Либо потому, чтобы не посчитал это за серьезный какой-то акт, либо посчитал, что еще какие-то мысли у него есть. Я не могу судить, пусть он сам за себя отвечает. Но я видел реакцию господина, он мне не господин и не товарищ, даже не знаю, как его теперь назвать, Тимофти, гражданина Тимофти на эту ситуацию. Вы за него голосовали, он ваш президент, для меня он не президент. Гражданин Тимофти нес, извините, такую ересь в адрес автономии, в адрес всего, что там делается, что, ну, мне стыдно. Ну, он не президент для меня, поэтому комментировать его тоже, не хочется терять время на передачу. У нас последний вопрос от наших гостей. Как предупредить искусственно создаваемую напряженность в Молдове и готовы ли это сделать участники программы? Если да, то как? Господин Влах. Слишком тяжело сформулированный вопрос? Нет. Просто если я слишком прямо скажу, оно будет... Оно будет воспринято хорошо, говорите то, что думаете. Нет, я выдержусь лучше, пусть селекция. То есть у вас нет каких-то решений? У меня есть, наверное, про начальник. А вам не позволяет соглашение о коалиции? Какое соглашение? Причем коалиции? Я не знаю, не нападение на своих каких-то товарищей. Нет. А что вам не позволяет высказать? Вы вопрос прочитали? Я могу вам его повторить. Нет, вы для себя повторите. И при чем-то коалиция до вопроса? Тогда я вам повторяю вопрос. Как предупредить искусственно создаваемую напряженность в Молдове и готовы ли это сделать участники программы? Если да, то как? Как я могу это остановить, так скажем, или же участвовать против каких-либо там акций и так далее, если никуда меня не приглашают? Не на одно заседание народного собрания? Я об этом уже говорил. А вот депутаты имеют право просто приехать на заседание народного собрания и высказать свое мнение? Их голос будет как-то учтен? Вес какой-то вы имеете в регионе? Вы родом оттуда, вы наверняка много всего сделали для своих родных регионов, сел, правильно? То есть у вас же не последнее слово в этом регионе? Неужели вы не можете приехать поучаствовать, сказать, люди там, я вот считаю так-то и так-то, не только я, а мы считаем. Зачем вы тут воду волнуете? Вы хотите, чтобы я участвовал на заседании народного собрания, где депутаты чтобы разговаривать? Слышь, я фильтрую базар. Вы хотите, чтобы я туда приходил участвовать на этих заседании народного собрания? Поэтому их не транслируют в прямом эфире. Вы сами съездите один раз, посмотрите, как они разговаривают. Или рот закрой. Или еще там какие-то. То есть уровень подготовки и политической, и культурной вы хотите сказать там сильно отстает? Или или легко они переливаются? В чем же проблема? Неужели не с кем договориться? Давайте так. Я когда был депутатом народного собрания в Гагаузии, я был избран в 2008 году, у нас очень довольно-таки веселая эмоция начиналась заседание. Мы 3-4 месяца не помню уже не могли избрать спикера народного собрания. Там тоже были разные разговоры. И я бы вышел тогда с инициативой о том, что в дальнейшем все кандидаты в первую очередь должны деклараться о доходах, как о доходах, но в первую очередь должны внести справку от психиатра. И желательно, чтобы они не в Камрате проходили, потому что там есть знакомые врачи, некоторые могут по блату поставить, дать справку. А где-то в других национальных пунктах, в молдавских национальных пунктах, где их уже не знают. И вот тогда, я думаю, может быть, кстати, это парламент не помешал. Вот тогда, может быть, что-то можно было бы изменить. Скажите, пожалуйста, как в таком случае, в такой ситуации, которую описывает господин Влах, сотрудничать с центральным властям, с местными, на которое, кстати, делаются упоры в данном обращении, что вот нет того диалога. Я выскажу свое мнение по тому вопросу, который вы задали чуть ранее. Во-первых, народное собрание в Гагаузии, конечно, разношерстно, но оно не хуже и не лучше по качественному составу во многом парламента республики страны. У нас в парламенте страны тоже есть люди, которые в народном собрании еще есть вопрос, есть ли такие уровни подготовки и так далее. Народное собрание в большинстве своем это адекватные люди и вне зависимости от политической принадлежности люди знают, что делать, как делать. То, что руководство народного собрания попадает под какое-то политическое влияние каких-то формирований, это еще не окончательная характеристика интеллектуального юридического потенциала данного народного собрания. Там есть очень много нормальных, грамотных людей, которые качественно выполняют свою работу. Другой вопрос, что нам надо подумать над тем, чтобы он был профессиональным, а не залетным и так далее. Это уже наши внутренние проблемы, о которых мы должны вместе думать. Касаемо, как выйти из этой ситуации, я скажу, мое субъективное обновление. Надо проводить досрочные выборы, чтобы люди прогнали всех тех, которые сидят сегодня в Кишиневе власти и ведут нашу страну катастрофой. Только досрочные выборы могут сегодня дать и остановить те деградирующие процессы. о списках, которые якобы есть. Я бы сказал, что вы отошли от темы. В конце передачи я хотел бы вас спросить и касательно ультиматума выдвинутому господину Формузалу. Сегодня вечером опять тот же господин Бургуджи сказал, что скорее всего на следующем заседании народного собрания они запустят эту процедуру. Как вы считаете, что послужило, чем все закончится и не является ли это частью одной цепочки? У меня такое ощущение, что они говорят, что готовится процедура импичмента к Формзалу, что Формзал проплатил. Объясняю почему. То, что они попытаются издевать, взять даже тот же референдум, они просто люди не выйдут на референдум, если коммунисты, конечно, не помогут. И законятся тем, что авторитет Формзала в Гагаузе еще больше вырастет. Только от того, что вот эти вот пытаются там умничать референдум, импичмент, как бы их импичмент не закончился, как у Моники Львински с Клинтоном. Спасибо большое, господин депутат. Такое ощущение, что коммунисты все сильны, по мнению господина Мак. Я у вас хотел спросить по поводу господина Формзала. Что касается ситуации, связанной вокруг Башкана, в данном случае противоречий, которые обострились в последнее время международным собранием и сполкомом. Я могу объяснить, чем это все связано. Я не раз выступал и хочу подтвердить, что если есть какие-то грехи у Формзала в качестве там его упрекают разворованное зерно, дистопливо и так далее, есть соответствующие государственные структуры, которые должны вынести свой вердикт, передать дело в суд, сделать заключение и только после этого можно делать какие-то... Ваши депутаты фракции коммунистов там об этом во все горло говорят. Что вы сейчас стоите перед камерой умчить? Ваша же фракция коммунистов в народном собрании об этом говорят. Ваш прокурор Гагаузи, бывший прокурор Гагаузи, он об этом рассказывает. Все? Нет, не все. Теперь я продолжу говорить. Значит, в данной ситуации я понимаю и могу объяснить, кому это выгодно. Выгодно это сегодня демократической партии, региональным лидерам демократической партии, которые думают, что если они проведут, объявят импичмент, если они вдруг проведут референдум, если они вступят в досрочные башканские выборы, то демократическая партия, благодаря своему большому кошельку, благо они испробовали этот метод на выборах народное собрание, они смогут взять власть и исполнительную власть в Гагаузи. Эти планы я могу объяснить, я их вижу, я их понимаю. Насколько эти планы демократической партии и их лидеров в автономии соответствуют интересам автономии жителей автономии, большинства автономии, в этом я очень серьезно сомневаюсь. Я за то, чтобы вор сидел в тюрьме, но я против того, чтобы сегодня расшатывали структуру государственную в автономии в угоду каких-то конкретных личностей, именно поэтому я заявляю о том, что я убежден, что господин Фармузал, вне зависимости нравится он мне или не нравится, он должен доработать свой срок, если только не будет доказана в судебном порядке его вина. Он должен доработать свой срок и в Гагаузию ни в какие перипетии втягивать нельзя. Нельзя строить будущее Молдовы на антикоммунизме, нельзя строить будущее автономии на антифармузаловщине или еще каких-то пропащих лучше всегда за, чем против. Я вас... Три скуточка. Меня еще показывать или нет? Нет, уже нет. Господин Блах, вы хотели что-то уточнить? Я хотел бы уточнить, раз Олег Федорович так говорил, говорит, что Башкан должен доработать, Башкан сто процентов должен доработать, такого позора, как в 2002 году было мы не должны допустить, но я хочу другое еще сказать. Я хотел бы сказать, Олег Федорович, возьмите на себя смелость тогда и остановите фракцию коммунистов в народном собрании, чтобы они не голосовали за начало процедуры референдума по отставке Башкана. Напишите заявление Владимира Николаевича Воронина, мы рассмотрим. Вы сейчас... Мы коллегиально рассмотрим. Вы только что говорили от имени коммунистов. Я говорил. Успокойте свои коммунисты. Либерал-демократы голосовать за это не будут. Господин Вах, вот вы сейчас имеете возможность поговорить с вашими бывшими коллегами из национального оригинального предпочтения. Может, они вас пригласят на следующее заседание, на котором вы сможете выразить им и свои предпочтения. Я надеюсь, что такое приглашение все-таки будет. Спасибо вам огромное за дискуссию. У нас сегодня в студии были депутаты парламента Петр Влах и Олег Горизон. Спасибо вам большое за участие. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok